Сегодня у нас день российских часов и день, который мы посвятили во многом не бизнес-аудитории, на которую традиционно ориентирована выставка, а тем людям, кто покупает часы, кто любит часы, кто является тем самым потребителем всей часовой отрасли. Сегодня я рад представить в этом зале Дэвида Хендерсон-Стюарта, руководителя часового завода «Ракета». Но прежде чем передать ему микрофон, я расскажу, что у нас сегодня еще будет по программе, потому что сегодня программа интересная. После выступления Дэвида в 12 часов у нас выступит Антон Суханов, но, наверное, уже многие видели Антона здесь, расскажет про свои часы. В 12.45 выступление Константина Чайкина, то же самое там и «Сынь Кинька», и «Звездочет». Я думаю, все уже, кто хотел, уже смогли посмотреть на витрине, ну а Константин расскажет про то, как создавались эти часы. В 2 часа состоится первый в истории часовой батл «Касио против гаджетов». Юрий Лавриентьев и Виктор Манкаш, мои коллеги по Ютубу, ну попробуют посоревноваться, какие же часы лучше, умные часы подключаемые или часы «Касио». И в конце этого батла у нас состоится розыгрыш призов. Все, кто будут в конференц-зале в тот момент, мы дадим заполнить эти карточки, и мы среди вас разыграем кучу призов. Там множество призов от компании-участников выставки. Ну, один из призов – это лимитка «Касио», посвященная 50-летию с момента выпуска самых первых часов «Касио», «Касио Трон». Таких часов на всю Европу было, вот японцы отрядили всего 40 штук, то есть вещь редчайшая. Сегодня одни из этих часов совершенно бесплатно смогут достаться вам. Все, кто будут в зале, заполнят карточки с вашими именами, и мы разыграем эти часы, и еще массу разных других призов. Ну, а сейчас я передаю слово Дэвиду. Спасибо большое. Хорошо, хорошо. Значит, мне попросили сегодня рассказать о том, что хорошие часы делают не только в Швейцарии. Но мне кажется, это настолько очевидно, что можно про это вообще не рассказывать, но тем не менее я вам скажу, что я думаю по этому поводу. Во-первых, в мире очень мало стран, которые умеют делать часы. Реально можно их почитать на пальцах рук. Я говорю о механических часах. Это Швейцария, Англия. Ну, я бы сказал, нет, Швейцария, Германия, Япония, Россия и, наверное, Китай, который всех копирует. И страна, которая никогда не имела никакую историю в часах, как, например, Бельгия или Испания, им просто очень сложно было бы делать сегодня часы, просто потому что часовая наука, она настолько сложная, что из нуля ее практически невозможно приобрести. Например, то, что мы делаем в ракете сегодня, мы ни в чем не молодцы, мы просто 95% того, что мы делаем, это то, что мы получили в наследство от советского завода ракета, который в Петергофе. И возродить это из нуля практически было бы невозможно. Мы получили станки, мы получили чертежи, мы получили техпроцесс, мы получили людей со своими знаниями. И вот почему ракета сегодня еще существует. То есть надо понять, что из нуля мы не могли бы это делать. То есть объективно Россия была и, наверное, есть где-то еще великая русская, великая часовая держава, в том числе, как и Англия. Ну мало, все думают, что шоссарцы придумали часы, но на самом деле самые сложные органы или узлы нашего текущего механизма, который используется по всему миру, механический механизм, они были придуманы в Англии. Они придумали узел хода, все элементы узла хода. Томас Модж, такой очень известный часовщик, он придумал анкерный ход, как он практически существует в ракете, в Патек Филипп, в Роликс. И именно поэтому, и просто в 19 веке эта английская часовая искусство не смогла перестроиться на уже… Это очень странно, это Великобритания придумала индустриальную революцию, но сама английская часовая отрасль не смогла перейти на массовое производство. Они хотели продолжать руками все делать. А шоссарцы молодцы, они начали производить уже с танками, и поэтому они стали уже следующая часовая держава. Но на самом деле все моменты, важные узлы часового механизма были придуманы в Англии в целом. И эти знания, эта почва остается до сих пор в Англии. Хотя сейчас нету таких часовых заводов уже в Англии, но почва такая часовая остается. И, например, многие знают, что один из самых великих часовщиков 20 века – это некий Джордж Данилс, который придумал новый ход, «Коаксиальный уход» называется, и тем самым он считается одним из самых великих часовщиков 20 века. А в России то же самое. В России очень сильная почва часовая. Все начинается с Петром Великим, который очень увлекался с часами. Я недавно прочел его биографию, и там, когда он делал свое великое путешествие по всему миру, он был в Голландии, и его суито, охрана его потеряла. И потом они узнали, когда они были то ли в Амсезраме, то ли в другом городе, в Голландии, и узнали, что он на целый день просто гулял по улице, зашел в часовую мастерскую, и целый день увлекался тем, что он собирал, разбирал часовые механизмы. За то, что я знаю самые первые солнечные часы, которые появились в Петербурге. Это Петр Великий их поставил около дворца Моплезих в Петергофе. Кстати, они были утрачены во время Второй мировой войны, и часовой ракета для дворца Петергофа их пересоздал, и мы им подарили, и сейчас они еще состоят. Были очень большие часовщики в истории России. Иван Петрович Кулибин, не помню. Он создал то, что очень известные яичные часы, которые до сих пор сохранятся в Эрмитаже, у них подарил Екатерине Второй, это очень сложные часы с репетитором, с музыкальным каким-то усложнением, с театральными куклами, которые выходят. И у него другие были удивительные разработки, и так далее, и так далее. То есть не надо думать, что советские часовые заводы просто появились из нуля. Была эта часовая почка в России, и она продолжается. Несмотря на то, что все развалилось в конце 90-х, эта часовая почва очень сильно остается, и поэтому, например, есть с ней Константин Чайкин. Он, наверное, один из самых великих независимых часовщиков 21 века пока. Я объективно это говорю, потому что я с ним очень часто выставляюсь на высовках за границей, и я просто вижу, с каким уважением, с почтением к нему обращаются. Я читаю все то, что западная пресса, Швейцарская, пишет о нем, и реально он сегодня один из самых великих часовщиков 21 века. И это тоже из вакуума какой-то. Это потому, что в России есть очень-очень сильная часовая почва, которая существует. И поэтому, безусловно, в таких странах, как в России, делают часы, могут сделать часы, которые ни в чем не хуже, чем швейцарские часы. Это первое, что я хотел сказать. Страна, как Бельгия, не могла бы это делать, потому что в Бельгии никогда не делали часы или в других странах. И было бы крайне сложно вдруг делать хорошие часы в Бельгии или в странах, у которых нет никакой часовой истории. А второе, то, что я хотел сказать, преимущество России, чтобы делать хорошие часы, это именно то, что, это как бы парадоксально, то, что я сейчас скажу, но то, что все настолько было плохо, то, что Советский Союз развалился настолько сильно, ну, часовая индустрия настолько сильно развалилась, то понадобилось любителям часам, часовщикам огромную креативность, чтобы заново подняться и чтобы их заметили. И в целом, это аргумент, который применяется ко всем. Если вы сейчас следите немножко за часовыми новостями в мире, то очень часто, ну, когда мы участвуем в Watch & Wonders или в Geneva Watch Days или в других выставках, все говорят, что на выставках намного больше людей приходит в залах, где независимые бренды, чем в залы, где бренды, которые принадлежат большим группам, как LVMH, Richmond, Swatch Group. И это не я говорю, это просто все там в Шоссаре говорят. Эти большие, эти великие бренды, как Omega, ну, которые принадлежат этим большим-большим группам, они потеряли свою креативность, у них настолько много денег, у них настолько много ресурсов, что им просто легко продаваться, они просто вбивают колоссальные деньги в маркетинг, колоссальные деньги с инфлюенсерами, амбассадорами, актерами Голливуда, что им очень легко, им уже, им нужен такой внутренний толщок, чтобы выделяться от всех. А вот независимые часовщики, те, у которых мало денег, которые маленькие, которые имеют маленькие ресурсы, они обязаны очень сильно креативить, чтобы на них посмотрели. И то, что они делают, намного более свежее, креативно, оригинально. И это касается тоже России. А России, больше всех было, русским часовщикам в России было, нам больше всем было сложно, потому что именно Россия упала настолько низко. И все сказали, все, в России, все, часовая отрасль умерла, и никто уже не обращал внимания. И чтобы ракеты выделились, выделилась чайки, в России удивительно много хороших часовщиков. Сергей Волков, кстати, в Угличе. То есть все часовщики сегодня независимые, они, кстати, довольно интересно, они в городах, где раньше были часовые заводы. То есть это почва, знания остались в этих городах. Сергей Волков, он из Углича. Александр Белоусов, он из Москвы. Антон Суханов из Петербурга. Чайкин, ну тоже косвенно из Петербурга. Ракета из Петербурга. То есть очень часто эти независимые часовщики из городах, где раньше были великие большие часовые заводы. То есть эта почва сохранилась, это нематериальное знание, любовь к часам сохранилась. Всем этим часовщикам, которые я назвал, они обязаны очень сильно креативить, чтобы их заметили. Представляете, сколько много часов на рынке. И как сложно, чтобы, например, Антона Суханова заметили. То есть он должен очень-очень много креативить. И для него это просто без этого он не выживет. Большие часы, большие марки, которые в большой группах, им это не нужно, потому что у них колоссальные ресурсы. И я бы сказал, это одно преимущество российской часовой индустрии. Это то, что мы настолько сильно упали, что нам пришлось очень сильно креативить, чтобы выделяться от общей массы. И это работает. И сегодня, как ни удивительно, в часовых выставках, в следующей часовой выставке, которая будет в марте месяца, там будут и Чайкин, и Суханов, и Ракета. То есть три русские часовые бренды. Это довольно удивительно, учитывая сегодняшний контекст. И это потому, что нас приглашает. Почему? Потому что мы очень креативные, очень свежие, очень оригинальные. И это то, что люди любят. И во всем мире они любят марки, которые выделяются своей креативностью. Я бы сказал, это тоже очень важный аргумент, почему российские часы имеют такой большой потенциал. И на самом деле есть очень много других часачков, которые имеют потенциал вырастить на таком уровне. В России очень много нам постоянно пишут какие-то молодые люди, которые в своем городе что-то делают, увлекаются часами, у них ресурсов никаких нет. Они просят, чтобы мы им сделали какие-то маленькие детали, чтобы мы им помогли с чертежами. И поэтому потенциал очень-очень большой. И поэтому в России реально делают очень хорошие часы, которые ни в чем не отличаются от шоссарских. А третий момент, почему в России делают хорошие часы, это потому, что есть часовая экосистема. Если часовщик сидел сам в своей комнатке или в своем атоле, делал свои часы, и он не был в этой часовой экосистеме, то он не мог бы выжить. Мы существуем и мы развиваемся, потому что именно в России очень любят часы. Намного более страстно относятся к часам, чем, например, во Франции. Я долго жил во Франции, и я часто бываю во Франции по ракете и по личным причинам. И такой нет, вот такой страсти к часам, как я вижу в России. Эта страсть, конечно, выражается негативно, позитивно. Очень много хейтов на соцсетях. У ракеты было в начале особенно. Но это, я бы не сказал, это неплохо, это хорошо. Это значит, что самое страшное, это если никто, если ракета, например, не вызывала никакие эмоции. То, что мы вызываем иногда эмоции негативные или супернегативные, я считаю, это хорошо. Это значит, что есть люди в России, которые не безразлично относятся к часам. И они выражают свою небезразличность. Иногда супернегативно. И реально, в начале у нас было просто 10 лет назад огромный хейт на соцсетях. Но когда я на это смотрю сегодня, и с более высокой точки зрения, раньше я не понимал. Но сейчас, на самом деле, это хорошо. Сейчас намного меньше. В России очень много блогеров, медведев. Я не буду всех их перечислять, но их очень-очень много. И у них очень большая аудитория. И это очень-очень хорошо. Я так много блогеров часовых не знаю. Во Франции, например. В Англии есть. Потому что, как я сказал, в Англии очень большая. Это Англия большая тоже часовая держава исторически. Поэтому там, но во Франции нету так много блогеров. Такой часовой комьюнити не такой сильной, как в России. Хотя это тоже всех удивляет, потому что Россия, типа, упала очень низко. Но, тем не менее, эта любовь к часам всегда была. В Советском Союзе всегда была традиция дарить часы. И эта традиция продолжается. Поэтому это тоже важно понять, что без вас, без любителей часы, без журналистов часовых, без часовых блогеров, часовые мастера, бренды не существовали бы просто. Потому что, чтобы мы можем делать самые классные часы на свете, но если про них никто не пишет, если про них никто не говорит, если их никто не покупает, то на самом деле мы бы умерли. Это как любое биологическое существо. Если оно не в своей К-системе, оно просто умирает. Это так. Поэтому я не хочу слишком долго монополизировать речи, но Россия реально великая часовая держава. Россия реально делает часы, которые абсолютно уникальны. Это особенно удивительно, когда мы знаем, насколько все сложно для нас. Не только потому, что все настолько сильно развалилось в 90-х, 2000-х годах, но тоже из-за сегодняшней геополитической обстановки. И есть огромный потенциал роста, очень большой. Например, еще раз я, если кто не знает, Антон Суханов, он на финале, в Швейцарии очень большая часовая гран-при, и он в финале в своей категории. То есть это очень хорошо, и это очень хорошо для нас. Когда Чайкин выигрывает какой-то гран-при-конкурс в Швейцарии, это очень хорошо отражается на все остальные русские часовщики, потому что косвенно весь мир узнает, что Чайкин, конечно, часовой гений, но все-таки косвенно все знают, что он из России. И это хорошо отражается на всю русскую часовую индустрию. Если Суханов выиграет приз, это будет очень хорошо для нас, потому что косвенно весь мир будет говорить о том, что какой-то русский бренд выиграл приз. то есть конкуренция, это очень-очень хорошо. Очень часто нам говорят, о, так классно, что у Ракеты нет конкурентов. На самом деле они есть, есть другие часовые заводы, как Восток. Но конкуренция, это очень хорошо наоборот. Если мы были одни на рынке и боролись за русские часы за границей, это было бы нам очень сложно. Слава Богу, если есть другие часовщики, которые проявляются за границей. Но это как Джеймс Бонд. Каждый раз, когда Джеймс Бонд носит свои часы Омега механические, это очень хорошо для всей часовой индустрии, потому что все мальчики видят, что чтобы быть крутым, надо носить механические часы. И может быть, у них нет денег, чтобы купить Омегу, но может быть, они купят ракету. Вот. Поэтому, да, есть не только швейцарцы умеют делать хорошие часы, но мало стран могут делать хорошие часы. И Россия, безусловно, одна из этих очень редких стран, которая не только может, но еще и делает и будет делать очень классные часы, которые станут все больше и больше известны по всему миру. Хочется купить российские часы прямо сейчас? Я не знаю, какой формат, если кто-то дает микрофон для вопросов. Сколько штук вы делаете? Сколько штук мы делаем? Мы делаем очень мало штук. Мы делаем 7000 часов в этом году. Мы пытаемся увеличить наше производство мощности. Это очень-очень сложно. Наш часовой завод, с одной стороны, это очень... Это наша душа, это наша история, это одна из очень важных вещей, почему он нас любит. Потому что мы реально... У нас мануфактура, которая производит 90% сушеного шума, делаем сами, и особенно собственный механизм. Это очень редко, это очень престижно, но это очень сложно, потому что, если наш спрос, наши часы слишком быстро растет, то завод не догоняет этот спрос. Если мы заказывали наши механизмы в Шесаре или в Японии, я бы просто удвоил заказы, и через 3 месяца я бы получил два раза больше часов или механизмов. Мы не можем это делать, потому что, чтобы увеличить наши заказы, это новые станки, это новые кадры, это решить кучу внутренних проблем. Но мы это делаем. Но каждый год мы немножко увеличим, но это очень маленькие шаги каждый год. Ну да, Омега стоит дороже, но, конечно, можно купить ракету. Вы сказали, что 90% вы делаете у себя, а что вы не делаете у себя, и что, например, может быть, сформировалось какая-то мини-экосистема, где уже есть какие-то подрядчики у нас, как в Суицарии, где можно что-то как-нибудь разместить. Вот в этом плане рынок бывает? Извините, я не все услышал, но я понял суть вашего вопроса. Да, есть ЭК-система, безусловно. Многие из этих часовщиков, которые… То есть, наша философия, это с первого дня, это была такая очень сумасшедшая философия, что ракета должно быть сделана в России. И с первого дня, если вы нас помните, с 12 лет тому назад, мы были единственные русские бренды на свете, которые просто кричали, что мы русские, мы русские, и все говорили, ну вы с ума сошлись, если ты настолько любишь бренд ракеты, сохрани ракету, но хотя скрой, что ты сделан в России, потому что это никому не хочется. То есть, мы всегда пытались в России это делать, и поэтому мы сохранили завод. Хотя, с бизнесовой точки зрения, с финансовой точки зрения, все нам говорило, надо закрыть этот завод. Это просто только проблемы, безубыточность, и кадров нету только. Поэтому мы очень-очень-очень много делаем. Но механизм, например, мы 100% делаем сами, кроме как камни. Мы камни покупаем в Кусе, ну как и в Советском Союзе еще делали. Все то, что мы сами не можем делать, например, как ремни. раньше мы их покупали в, не помню, как называется, но в Австрии, как и многие другие. Сейчас мы их делаем в России. И мы очень гордимся этим, что, наконец, все наши ремни, они шиты в России. Мы работаем, безусловно, со всеми этими часовщиками, которые я перечислил, например, Сергей Волков, Александр Белоусов. Они очень много нам помогают с разными деталями, потому что у них огромное преимущество. То есть у нас мануфактура. Мы, как, вы знаете, большой корабль, который, чтобы развернуться, нам очень сложно. У них больше такой экспериментальный цех, и они могут быстро перенастроить свои станки, чтобы делать маленькие серии. То есть у них такая гибкость, которых у нас нет. И поэтому, да, безусловно, когда мы делаем какие-то лимитки с какими-то необыкновенными элементами, мы к ним обращаемся, и они нам помогают. А мы тоже им помогаем. То есть это то, что есть другие конкуренты, это очень хорошо, мы помогаем друг другу. Потому что делать часы, это мега сложно. Делать механические часы, я всегда привожу этот пример, это так же сложно, как и послать ракету в космос. Поэтому если мы были бы одни, это было просто невозможно. Слава Богу, что есть люди, которым нам помогают, и которым мы помогаем. То есть эта и какая-то система в России существует. Спасибо. Я вот три дня слушал всех ораторов, если честно, не хочу этого обижаться. Самый интересный оратор это вы. Это будет подгонять лошадность. Откуда такая любовь к России и к российскому часу? Я понимаю, вы не являетесь этим человеком, по происхождению. А вы с любой стороны приехали. Как вообще вы попали в Россию? Мне очень интересно. Спасибо большое. Я попал из Англии. Да. Очень красиво и правильно говорите. Это очень приятно. Как человек, который сам живет. Но, вы знаете, я бы не сказал, что это любовь к России. Но любовь это такое очень громкое слово. Просто все иностранцы, которые здесь живут объективно, если вы каких-то знаете, они все любят здесь жить. Не бывало так, что есть иностранцы, которые... Россия объективно, просто это объективно очень интересная страна, она очень большая, очень разнообразная, очень большая история, культура. Весь мир знает о Большом театре, Рахманевой, Достоевского, Менделеева, Чайковского. То есть Россия просто одна из редких стран, которая настолько выделяется своим нематериальным богатством. Я не говорю о деньгах, я говорю о нематериальном богатстве. И поэтому ни один иностранец не равнодушен к России, когда он здесь живет. Почему ракеты? Как получилось, что вы начали работать на правой ракеты? Вам позвонили, пригласили, и мы сами пошли, постучали в дверь и сказали, ребята, я вас люблю, хочу вас работать. Нет, вопрос, если кто не услышал, как я познакомился с ракетой, это совсем случайно. Моя идея это просто было возродить какой-то советский бренд, любой. И мне подсказали, что существовали очень классные, крутые часовые бренды. Я ничего не знал о часах. Если мне подсказали какие-то другие продукты, может быть, я бы сейчас выпускал другие продукты, как, я не знаю, одежда, пылесос или что-то другое. Но мне подсказали абсолютно случайно, что по всему миру существует очень много коллекционеров советских часов, то, что правда, кстати, очень много коллекционеров советских часов. И я начал искать и увидел, что я жил в Москве, я живу в Москве уже 20 лет. Самые мощные заводы в Москве это полет, слава, они развалились, к сожалению. Я оставался в Питере, и я туда полетел, и так я познакомился с ракетой. Я не то, что купил, я его поднял, он валялся на полу, это даже не покупка. Покупка – это когда есть цена, а цена – это когда есть рынок. Надо представить себе, 12 лет тому назад не было никакого рынка для часовых заводов. Ну просто он валялся на полу, он умирал, как и все остальные заводы, я просто его поднял. То есть нельзя сказать, что я его купил. Как вы видите перспективу своего движения вперед, для развития с точки зрения производства механизмов? Ну, имея в виду кадры, кадровый состав и все, что с вами связано, все-таки это достаточно разнородные виды деятельности, разные специальности, специализации. Есть ли у вас сейчас специалисты, как бы молодое пополнение, которое готово двигаться вперед, продолжать что-то изисколько новое и продолжать в последующем серьезное надежность? Вопрос о кадрах. Я просто буду повторять, потому что, наверное, я или слышу сам, наверное, вы тоже плохо слышите. Кадры – это, наверное, один из самых больших проблем, которые мы имеем, потому что, безусловно, очень мало часовых школ осталось. Нам нужны токарники, фрезеровщики, полировщики. То есть, чтобы делать механические часы, нужно почти 80 разных профессий. и это суперспециализированные, узкоспециализированные профессии. Токарников, которые умеют ловить микроны, как для наших токарных деталей, их нет на рынке. Поэтому вначале нам надо было очень срочно найти молодых, чтобы передать все эти знания от пожилых поколений. Мы создали нашу собственную школу, мы сохраняем как можно больше наших пожилых специалистов, они становятся наставниками. И все наши молодые учатся не только на станках, но и тоже в нашей школе. И это очень-очень сложный труд, потому что чтобы стать хорошим специалистом, надо 4-5 лет учиться на станке. И для нас это бывает, что наши молодые после 4 лет у нас был один полировщик. Полировщики это те, которые полируют сапфы, осеют рябов. Вроде бы это ничего, но это очень-очень ответственная операция. Мы 4 года обучали полировщика, и он у нас ушел, чтобы работать на крайней настройке. Это считается опасной работой с высокой зарплатой. И для нас это трагедия просто, потому что мы должны все это из нуля начинать. То есть найти кадров это очень-очень сложно, но мы тем не менее находим, мы в этом году набрали 20 новых молодых, которые мы будем изучать. И сегодня на заводе работают примерно 120 специалистов. А когда я познакомился с ракетой 12 лет назад, их было, наверное, 20. И все пожилые люди. Движение у вас есть? Да, 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 есть. Ну, надо просто понять, чтобы делать часы, 90% себестоимости часов это зарплата, это работа специалистов. Здесь материала очень-очень мало. то здесь очень сложная ручная работа, и у нас нет выбора, как находить специалисты людей, их обучать, чтобы они с нами росли, и мы с ними росли. то есть они должны в нас верить, потому что если, например, мы расстанемся с нашим молодым токарником или полировщиком, потому что по любой причине то, что он научил нас, уже никому не нужно. Реально. Поэтому он берет риск на нас, а мы берем риск на него. То есть это такое очень тесное партнерство. А вы планируете усложнять те механизмы, которые будут производиться? То есть сейчас у вас, грубо говоря, трехстрелочный экспорт подаводом, есть 24 часа, есть обратный ход, но, допустим, делать календарь или делать индикатор запасов в воде? Да, у нас есть в архивах ракеты вопрос, будем ли мы делать усложнения. В архивах ракетах есть очень много усложнений. Все, которые вы назнали, у нас есть. Потому что ракеты их делали в советское время и намного больше на самом деле. Мы сейчас это не делаем. Единственное усложнение, которое мы перезапустили, это 2-4 часа и обратный ход. Нам почему, все спрашивают. Объяснение очень простое. Во-первых, очень многие бренды, которые выпускают очень сложные усложнения, они это делают, чтобы доказать, что они тоже как-то мануфактуры, они могут что-то делать с механизмом, но базовый механизм они покупают где-то. Мы сами делаем базовый механизм. То есть нам не нужно что-то добавить, чтобы доказать, что мы мануфактура. Нам это просто не нужно, потому что мы делаем уже то, что, мне кажется, самое сложное – это узел хода, базовый механизм. Это первое. Второе, мы только перезапустили усложнение, которое вписывается в наш storytelling. 2-4 часа это усложнение, которое реально нужно космонавтам, подводникам, полярникам. Все люди, которые делали удивительные достижения, в связи с которыми ракета всегда выпускала часы. Мы перезапустили обратный ход, потому что он вписывается в наш ДНК. Это космос, движение планет. А календарь, например, ну какой storytelling у календаря? Никакого. Это просто усложнение, которое что-то добавит. Он утолщит наш механизм, потому что надо добавить еще один слой. И нам это просто не нужно сегодня. У нас настолько сильный уже storytelling с космонавтами, с авангардом, что нам не нужно добавить еще усложнение ради усложнения. Вы понимаете? Дэвид, скажите, пожалуйста, у вас был выбор между ракетой и какими-то другими часовыми брендами советскими. Да, в начале был полет. Полет 12 лет назад оставались у Макарова. Я не знаю, те, которые еще знают. Был некий Макаров, который выкупил большую станков от полета, еще производил калибр полета. Я с ним долго общался, но там у него не было все хорошо. И я думал о бренде полете, но полета был самый известный советский бренд. И, соответственно, он был очень... В 90-е годы начали очень сильно его копировать. И были полет такой, полет сякой, полет... То есть очень много людей уже выпускали часы в 90-2000 годы под брендом полет. Полет... Ну, были очень много разных полетов. И поэтому я считал, что бренд немножко испорчен, потому что все его копировали уже. А ракета не была такая известная, как полет в советское время. Ну, это было... Вот. И поэтому никто не копировал ракету. И бренд был чистый. И поэтому... Ну, вот, чтобы ответить, я немножко общался с полетом. Но с тех пор полета больше нет. Ну, как мануфактура. Я вас сегодня достану, наверное. Я просто издалека приехал и не могу не задать вопрос. Вы говорили о том, что вы выпускаете очень мало моделей. А вы не рассматривали такую возможность, например, кварцевые часы производить? Например, если не свои, например, там Сейка производит свои механизмы, там Ситизм производит и так далее. Может быть, выпустить линейку с чужими механизмами? То есть для чего? Для того, чтобы расширить производство и тем самым вы увеличите свою прибыль. Вот. Я общался первый день с вашими коллегами и мне стало обидно, что ваши часы продаются только в Москве и в Санкт-Петербурге. То есть я не могу их продавать на Сахалине. Мне их просто не дадут. У нас просто вот механические часы от 100 тысяч рублей и выше они продаются. Ну, например, я сам ношу Аренстар. Они у меня стоят там почти 200 тысяч. У нас есть на них спрос. Просто если они были бы, например, у нас на витрине стояли, то в связи с ситуацией в мире, я думаю, что люди бы, наверное, предпочитали бы российские часы, а не какие-то японские и швейцарские, которые выглядят просто и стоят 150 тысяч. Но кварц, чтобы ответить по поводу кварца, мы раньше выпускали, вначале мы выпускали ракеты кварц. И мы потом их... И это составляло примерно 30% нашего оборота. То есть был спрос, потому что люди хотели ракету, на механичке цена была для многих слишком высокая, и они все равно хотели ракету и не получали в виде кварца. Но потом мы сознательно решили отказаться от этой большой доли оборота, просто потому, что мы начали более сильно думать о ДНК, об айдентити нашего бренда. И мы поняли, что чтобы наши часы были интересны, они должны сохранять очень сильно свой айдентити. А идентити ракеты это механические часы. И если мы начали делать кварц, это размывало бы наш айдентити, наш ДНК. И это было бы неправильно. И это было такое очень непростое решение отказаться от большой доли оборота ради ценности в длинный срок нашего бренда. Вы понимаете, это очень сложный такой вопрос, но мы решили это делать, и это было очень правильное решение. Это как Rolex не будет выпускать часы. Все хотят Rolex, да? Они искусственно держат, ну, их мало, искусственно на рынке. Если Rolex начал бы делать Rolex Quartz, но, наверное, все бросились бы на Rolex Quartz. И скидки они еще не делают. Вот. Но Rolex это не делает, потому что это было бы, это убило бы ценность их бренда. Но они бы заработали миллиарды. Но это они делают. Потому что самый главный актив, который у нас есть, помимо нашего завода, это наш бренд. И мы его бережем очень драгоценно. Потому что многие люди покупают ракету, потому что они любят бренд и ценности этого бренда. Не ценность в деньгах, но ценность более эмоциональная такая. А по поводу того, почему мы не продаем наши часы в других регионах, я возвращаюсь к другому вопросу. Просто у нас нехватка часов. Наши собственные каналы уже они продают 100% все то, что мы производим. То есть у нас просто нехват. Например, мы могли бы очень легко открыть Азию. Очень большой спрос от азиатского рынка для наших часов. Мы это не делаем, просто у нас нехватка часов. Спасибо вам большое. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо большое.